Физкульт привет, друзья и ученики! В прошлом видео о штангетках я вам рассказал, как я специально приобрел их для того, чтобы прочувствовать, действительно ли они так необходимы и помогают в приседаниях, как об этом принято говорить, считать и думать. Мы убедились, что это не совсем так. Сегодня же поговорим о том, как они помогают во фронтальных приседаниях и нужны ли они. Действительно, я не почувствовал никакого преимущества в классических приседаниях со штангой на спине, когда обул, одел, как правильно говорить, штангетки. Единственное, я действительно почувствовал дискомфорт в коленях. Мне было крайне неудобно приседать. И скажу прямо и откровенно, что в обычной моей обуви на плоской подошве без приподнятой пятки я гораздо комфортнее приседаю, мне гораздо легче соблюдать технику, мне проще уводить таз назад и не выводить колени вперед. Хотя справедливости ради нужно сказать, что стопа стоит на полу очень и очень плотно, надежно, как монолит. Как будто единое крепление, единое сплетение стопа, обувь и платформа. Приседал я на платформе деревянной. Еще раз скажу. Возможно, существуют какие-то индивидуальные антропометрические характеристики, при которых вам будет гораздо удобней приседать в штангетках, чем на обуви на плоской подошве. Единственное, что скажу, не стоит приседать в беговых кроссовках, кроссовках для видов спорта, таких как баскетбол, волейбол, потому что это чревато травмой, потому что стопа действительно неустойчива. Если у вас достаточно средств, вы можете приобрести штангетки и обязательно у вас должна быть обувь на плоской подошве без супинатора, чтобы вы поняли, в чем вам лучше приседать. Что же касается фронтальных приседаний. Как раз-таки вот здесь эти приседания ближе к тяжелой атлетике. И здесь я действительно прочувствовал, как штангетки мне немного помогали. Действительно было комфортнее приседать во фронтальных приседаниях. Как вы знаете, я очень люблю данный вид приседов, хотя вес, который мне позволяет прокачать мои квадрицепсы, тяжело удерживать на плечах. Тоже нужно обладать определенной техникой, ловкостью, растяжкой, чтобы удерживать штангу. Но у меня большее затруднение вызывает дыхание. Я быстрее задыхаюсь от того, что штанга давит мне на грудь, прежде чем устают мои ноги, чем отказывают мои мышцы. Квадрицепсы конкретно. А вы знаете, что во фронтальных приседаниях квадрицепс преимущественно гружается перед бицепсом бедра и ягодичными мышцами. Также я очень любил фронтальные приседы. И на этапе моего возвращения к приседаниям, после грыж и протрузии, при сильнейших болях, я около полугода, как вы знаете, выполнял именно фронтальные приседания. Что мне позволяло не так сильно наклоняться вперед, потому что при фронтальном приседе наклониться вперед в принципе нереально. Штанга спадет. Поэтому нагрузки было меньше на поясницу. И я очень долгое время приседал фронтально. Перед тем, как переходить уже непосредственно к приседам со штангой на плечах. Итак, какой вывод? Если вы не обладаете большой суммой денег лишних, если у вас не вызывает никаких затруднений приседать в нормальной обуви для зала на плоской подошве без супинатора, то я не советую тратиться на штангетки. Потому что штангетки нужны все-таки чисто для приседаний. И как я считаю, именно фронтальных приседаний. Если вы не делаете подъемов штанги на грудь, толчков, швунгов, рывков, то, на мой взгляд, штангетки вам не нужны, и вы можете спокойно обойтись без них. Ну что, друзья, надеюсь, это видео было вам полезно. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Подписывайтесь на канал моего друга, который тренирует своего сына. И вы узнаете, как грамотно развивать своего ребенка психически, физически, с самого раннего возраста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok